МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, фестиваль Небо России 2020 подходит к завершению. Сегодня, 18 августа, состоится заключительный полет. Понаблюдать за стартом тепловых аэростатов можно, если на парковке ТРЦ «Круиз» в 17.30 присоединиться к колонии отправляющихся отсюда воздухоплавателей. Мне нравится, это мой формат, когда проводят группу энтузиастов. Десять человек в этом году. Мы ни перед кем не обязаны. Вообще. У нас есть ветер, социальные сети поставили точку. Приехал народ. Конечно же, соблюдая социальную дистанцию, все тут, в общем, наслаждаются кроссовками. Но, тем не менее, нет фиксированных дат, нет никаких дополнительных проверок и прочее. Вот авиация, вот пилоты, вот документы, вот заявка в небо, есть погода, полетели. В первые дни погода была не всегда летной, но состоявшиеся полеты все же были очень красивыми. Некоторые можно было наблюдать в прямом эфире в режиме онлайн. Максимальная фиеста в этот раз составила девять шаров. Ребята, которые обсервировали, рязанские, вот, они очень расстроились, когда я сказал, что спорта не будет. Я им пообещал, что один раз они выйдут. Ну и вчера, утром, вечером было по два креста. И ребята выехали, маркера пилот побросали, вот, обсервировали проверили. Мы, в общем, все довольны. И мы же заказывали спортивный инвентарь гораздо заранее, до, в январе. Ну, было жалко, если красивый юбилейный, там, 30 лет фестиваль, что бы, если это мы бы не использовали бы. Вся спортивная часть фестиваля в этом году отменена, виной чему стал вирус COVID-19. Поэтому все массовые мероприятия, которые планировались на территории Рязанского Кремля, тоже отменены. К ним относятся праздничные открытия, вечернее свечение, закрытие фестиваля. Но, несмотря на ограничения, аэростаты поднимались в небо и радовали рязанцев и гостей нашего города. Мы вчера были и сегодня приехали. Это здорово, конечно. Мне кажется, это зрелище, интересно, начиная от самых маленьких, заканчивая самыми большими. Это романтика, это полет, это небо, это ощущение воздуха. Мы живем в Рязани и часто видим, очень нравится. И вот прилетели посмотреть. Мне понравилось, как они взлетали. Ну, как их надували и как ветродуем их надували. Очень красиво. Неожиданно, что они такие большие были. Основной зоной полетов в этом году стали район сел Шумыш, Заокское, Коростово, Солодчев, Орске и Аликаново и Дубровичи, Агропустынь. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С 2020 года россиянам начали оформлять электронные трудовые книжки. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольной. У тех, кто впервые начнет работать с 2021 года, книжка сразу будет вестись только в электронном виде. Сегодня по области у нас где-то 400 тысяч работающих граждан, у которых имеют так называемые бумажные трудовые книжки и которые до конца этого года должны определиться. Они будут в дальнейшем вести учет своей трудовой деятельности в бумажном варианте или полностью перейти на учет в электронном виде. Хочу отмечить, что на сегодняшний день из этих 400 тысяч работающих по области приняли решение в том или ином варианте в пределах 90 тысяч. То есть еще небольшое количество граждан, но до конца года должны определиться все. Теперь все сведения о том, что человека приняли на работу, повысили или уволили, передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации. Обычная трудовая книжка нужна будет только для того, чтобы подтвердить сведения о работе до 2020 года. Те граждане, которые будут выбирать вариант бумажной трудовой книжки, у них записи в трудовой книжке будут исчисляться так же, как и раньше. Но работодатель параллельно все равно будет в соответствующие сведения подавать в Пенсионный фонд и в электронном виде. Специалисты отмечают, что внедрение в практику кадровых служб так называемых электронных книжек все больше набирает обороты. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 8-9 августа вблизи села Дубровичи в Рязанской области состоялся очередной отборочный этап чемпионата России по трофи-рейдам «Мещера-трофи». Заявки на участие во всероссийском первенстве подали 28 экипажей из Воронежской, Тульской, Ленинградской, Рязанской, Московской и Белгородской областей. Спортсменам предстояло преодолеть два спецучастка. 8 августа они отправились покорять линейный маршрут, пролегающий по лесам и лугам с рельефными болотистыми участками. А 9 августа состоялась зрелищная кольцевая гонка, которую наблюдали зрители со зрительской площадки. Есть несколько категорий участия. Есть категория туризм, а есть категория спорт. В спорте, во-первых, есть технический регламент под все квадроциклы. Там есть достаточно много пунктов, начиная от аптечки, корозащитки, диаметров колес, выносов и другие технические вещи регламентируют. Второй момент, если ты хорошо выступал в классе туризма, как правило, все приходят в туризм, покупают квадроцикл, смотрят, знакомятся, то через какое-то время, либо если ты занимал лигирующие места, то тебе либо не дают выступать больше в классе туризм, либо ты автоматически, самостоятельно переходишь в класс спорт, потому что там интереснее, потому что там больше борьбы, там интереснее соперники, интереснее трасса, значительно интереснее. И такая происходит, как правило, эволюция. Участие в мещерских заездах приняли более 50 спортсменов и любителей квадроспорта из Санкт-Петербурга, Москвы, Тамбова, Курска, Воронежа, Пензы, Тулы и Рузы. Призовые места заняли 24 человека. В их число вошла резанка Наталья Рубцова. Год назад с мужем купили туристический квадроцикл, катались по тропинкам. Ну, стало мало, решили заехать чуть дальше в лес, поменяли квадроциклы. И вот полгода, как езжу на таком хорошем, профессиональном, спортивном квадроцикле. Конечно, мне нравится, когда грязь, болото, разные препятствия, какие-то рвы. Ну, так, чтобы было сложно и интересно. Трофи-рейды в Рязанской области станут уже третьим из семи отборочных этапов Всероссийского чемпионата. Первые заезды состоялись в Брянской и Ленинградской областях. Следующие ближайшие отборочные этапы пройдут в Воронежской и Московской областях. По их итогам в каждом регионе будут определены чемпионы, которые поборются в финале за общероссийское первенство. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса. Однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году. Об этом в понедельник, 17 августа, говорится в ответе Минтруда главе Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославу Нилову. Парламентарий направил соответствующий документ в правительство в июле. Минтруд пояснил, что согласно статье 110 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может составлять менее 42 часов и рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы в следующий после выходного рабочий день. В министерстве также отметили, что работодатели обязаны соблюдать минимальную продолжительность еженедельного непрерывного отдыха сотрудников при установлении режима работы и графиков сменности. Русское географическое общество отметило 175 лет со дня основания. За это время его участники организовали больше трех тысяч экспедиций в самые разные точки. Не только нашей страны, но и всего мира. Именно эти люди стали воплощением тех, кого принято называть первооткрывателями. Много интересных вещей, которые люди не знают. Мы об этом рассказываем, делаем фильмы. Эти вещи, которыми страна должна гордиться, но про которые мало что знает. И про это самое главное. Не надо ничего придумывать. Это вот правдиво, особенно для молодого поколения. На счету русского географического общества больше трех тысяч экспедиций на территории России и в 30 странах мира. Это исследования Урала, Сибири и Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, а также Мирового океана. Хотел бы поздравить своих коллег из Русского географического общества, как Рязанского отделения, так и за пределами других регионов Российской Федерации. Дело в том, что мы заявляемся в такой вот нашей экспедиции. Это как бы сборная команда. Экспедиции Русского географического общества, сделанные в далеком прошлом, не утратили актуальность. А о самих исследователях помнят до сих пор на разных континентах планеты. Максим Яковлев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». В Рязани продолжается археологический сезон. Исследователи работают на территории древнего города Переславль-Рязанский. Сейчас они изучают слои конца 15 века. Здесь немало находок. Среди них лезвие ножа, точильный камень, детские погремушки и многое другое. Недавно один из участников экспедиции нашел детскую погремушку. Она была полностью целой и ангабированной. Это, в принципе, достаточно редкая находка. Каждый предмет, найденный здесь, на раскопе рассказывает о том, как жили люди в Переславле-Рязанском. Вот здесь, например, была мостовая. Археологи говорят, что влажный культурный слой хорошо сохранил даже самые капризные предметы. Самое, конечно, значительное в этом сезоне – это то, что расчистили две теплые постройки, которые, видимо, были соединены холодными сенями. И одна постройка интересна тем, что у нее завалинка, которая выполнялась для утепления пола, выполнена в виде плетня, которая стояла на некотором расстоянии от стен и засыпалась землей для того, чтобы пол был более теплым. Можно здесь увидеть немало керамики. В дальнейшем из этих черепков будут восстановлены сосуды, насколько это возможно. На Роскопе встречается немало предметов, которые раньше люди использовали в своей повседневной жизни в конце 15 века. Находки этого года, которые характеризуют жизнь населения и усадеб, которые вы видели, самые обычные находки, которые необходимы в повседневном быту. И нам показывают, как же жили люди в конце 15 века. Ну, прежде всего, занятие придением не обходилось без веретена, которое сопровождало веретену, было прясется, которое позволяло веретену вращаться. Эта находка очень интересна, поскольку это дерево, оно далеко не везде сохраняется. Это уникальный слой Переславля-Рязанского, где довольно хорошо сохраняются изделия из органических материалов, чего нет в большинстве городов Центральной России. Со временем многие из этих находок рязанцы смогут увидеть в музее Рязанского Кремля. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В пятницу, 14 августа, на рынке за бывшим кинотеатром «Москва» были найдены деньги. Потерявший может обратиться к контролеру рынка Татьяне Ивановне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова